О Воскресении. Преподобный Симеон Новый Богослов. Сим же Господа, который вывел нас из моря поста и провел с радостью и к пристани своего воскресения. Давайте исследуем, в чем состоит тайна воскресения Христа и Бога нашего, которая совершается непостижимым образом с теми, кто этого желает. Как Христос погребается в нас, как во гробе, и как соединяется с нашими душами, воскресается, воскрешая и нас. Христос и Бог наш, будучи повешен на кресте, распял на нем грех мира, и, вкусив смерти, сошел преисподнее ада. Как некогда, восходя из ада, Он вернулся, причистое свое тело, из которого вовсе и не отлучался, немедленно воскрес, и после этого с великой славой и силой возошел на небеса, точно так же и сейчас, когда мы выходим из мира и входим, подражая страданиям Господним во гроб покаяния и смирения. Он Сам сходит с небес, входит в наше тело, как во гроб, соединяется с нашими духовно мертвыми душами и воскрешает их. Тем самым тому, кто совоскрес с Ним, Он предоставляет возможность видеть славу Его таинственного воскресения. Воскресение и слава Христова, как мы уже говорили, есть наша собственная слава, поскольку Тот, Кто освоил Себе человеческое естество, действует в нас так же, как действовал и Сам. Воскресение души и есть ее соединение с жизнью, точно так же, как мертвое тело не может ожить, если не примет себя живой души и не смешается с нею несмешанно, так и душа не может ожить сама, если неописуемо не соединится с Богом, Который есть подлинная вечная жизнь. То есть она мертва до тех пор, пока познание, созерцание и чувство не соединится со Христом, пусть при этом она остается невещественной и бессмертной по своей природе. Большинство людей верит в воскресение Христово, однако очень мало кто ясно видит его. А те, которые не увидели его, не могут поклониться Иисусу Христу, как святому Господу. И священнейшее песнопение, которое мы ежедневно имеем на устах, не говорит воскресение Христово веры. Ну что, воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Как же Дух Святой понуждает говорить нас, будто мы видели то, чего на самом деле не видели, так как Христос воскрес один раз тысячу лет назад. Ну и тогда никто не видел, как Он воскрес. Может, Святой Дух хочет, чтобы мы говорили ложь? Нет, конечно, но то, что Он побуждает нас исповедовать, есть истина. Ибо воскресение Христово совершается внутри каждого верующего и не единожды, но всегда, когда Сам Владыка Христос воскресает внутри нас, обликается в благолепие и сверкает молниями нетлений Божества. Светоносное присутствие Духа указывает нам на воскресение Христово и доставит нас увидеть самого воскресшего. Поэтому мы и говорим «Бог Господь, и висся нам» в Солом 117, 27. Итак, когда кому открывается воскресший Христос, тогда Он всегда является пред Его духовными очами, потому что когда Он приходит к нам через Духа Святаго, воскрешает нас из мертвых, оживляет и дает нам благодать видеть Его внутри себя всецело. Аминь.